Добыли ножку. Мы добыли всё. Да, по-моему, с этим мы как раз-таки закончили весь список. Да. Мы остановились за то, что мы вернулись от последнего сна, и мы добыли всё. Да. И мы ещё добыли Сансворд, Сюда Завайн и что-то ещё третий там. Ну, это всё во снах. Ну, во снах, да. А и мантию — это сопротивление заклинания. И браслет в аэрболах. Да. Ожерелье. Нет, вот оно, так сказать, что удобно, оно именно ожерелье, но, так сказать, слот-нек как-то не занимает. Очень квадратно. Ну, сейчас мы проснулись, и, да, вот теперь надо, то есть, мы, я уже, честно говоря, смутно помню, но вроде бы мы собирали всю эту хуйню принести этому безумному поэту, который нам должен был сказать, куда Лоус пошёл. Да, на самом деле, что примерно так, но это, так сказать, конечный, я только вошёл. То, что вы собирались этому отгры, это куску сознания Лоуса, который этот человек жёлтый, да, жёлтый король, который себя так называл, это принести, ну, соответственно, собрать всё, что в этом списке находится. И он тогда сказал, что он проводит вас к безумному поэту. Так что вам нужно, этот, обратно к нему. Я так понимаю, мы сейчас уже сюда переместились, благодаря тому, что мы можем туда заснуть. Ну, да, ну, я, Альфа, мы же ещё, помимо наших сонных путешествий, мы же по реке плывём куда-то в этот, в квадиру, если я правильно помню, мы как, а у нас... Потому что туда тело Лоуса поехало. Да, у нас что-то происходит на реке, там, потому что если ничего не происходит, то, в принципе, можно и... Нет, это что, путь после того, как вы это разобрались с этими серыми садовниками и убили капитана, и с его кораблём, который, кстати, у тебя грыз. Нет, по-моему, это был другой корабль. Да. Почему? Мы убили капитана, а с его кораблём? Да, что-то капитана, который задавал вам вопросы, и из-за которого этот жрец, этого жрец, лично-крыс, очень сильно просил вас, так сказать, чтобы вы забрали у него изумруды. Изумруд, начиняя рубины. А мы забрали у него рубины? По-моему, да. Окей. Да, на ней что-то написано было... По-моему, забрали. Да, 5 рубинов по 10 по 1000 жп. И скимитар плюс 2. Кстати, это ж не в мире сноу было, это ж было в реальном. Альфа. Мы же корабль победили в реальном мире? Или в мире сноу? Нет, корабль вы победили в мире сноу. А, это потому что мы проснулись, но не проснулись. Да. Ой, господи, ты боже мой. Мы были на более глубоком уровне. Ну да. Да. Я скинулся на славу. Так, ну, значит, в принципе, вы продолжаете плыть, как плыли. Но большинство угроз, которые могли встретиться, я там вам каких-то пиратов сейчас релять не буду. Можно было бы, конечно, кинуть, но что-то я не могу. Скажу, черепаху за поездку. Но нет. Черепаха вам не светит. И есть такое мнение, что просто у вас тогда день-два будет как отдых. И вы готовитесь морально и физически к чередам покрушения мир снов. Так как и ритуал в упаме уже изучен, это не вызывает каких-либо проблем. Однако... Так. Так, если ты, да, я тогда восстановлю себя. Да, немножко. Да, однако, когда вы оказываетесь в миру, в том месте, куда вы попадали в прошлый раз, вместо того, чтобы очевидиться под палящим солнцем, вы оказываетесь в пустынной ночи. И от кошмарной жары, которая не давала покоя во время вашего предыдущего визита, не отдалите следа. А над караван-сараем, в котором как раз и обитает ваш знакомый, высоко в небе кружат какие-то странные существа. Можете кинуть Perception. Так мы и сделаем. Прошло время сказать Perception. Perception, собственно, все они кинутся. В этой игре есть три вида бросков. Perception, Инициатива и Diff Save. Инициатива и Diff Save. Крылья различает, что существует и как минимум неприятно на вид, что они напоминают таких очень тощих костлявых гуманоидов, это с крыльями напоминающими крыльями летущей мыши, это рогами на голове и он никак не может различить у них какие-то черты лица. За спиной у них извивается длинный и заостренный хвост, и они явно описывают концентрические круги над Некрова Цараями. Я надеюсь на нашего в кавычках благодетеля не собираются растерзать эти твари, потому я думаю нам надо поспешать. Ну как бы да, я тоже думаю, что раз они пока на нас не нападают, то неплохо будет подогнаться уже на место. Кстати Альфа, а что карты не делаешь? Вот-вот. Так. Я уже честно говоря не помню, но по-моему налево что ли мы шли по лестнице вверх что-то такое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? Не входите за пацаны там-там-там стопу. Так, сперва поправьте себе все эти-все свои хиты и так далее. Кстати, почему у меня на этой карте пропали хиты, потому что в том бою их что-ли. Точнее не хиты, а эти, way of hand-ы. Это как-то другое-это просто как-то другие токены. Ну да, да. Так, вот кстати проблема большая, то что я не успел Сансворд писать. Жаль. Ну хотя ладно, разберемся. Ну с чем мы договорились, если я правильно понял, что Сансворд я забираю. Ожерель я не помню кто, по-моему. Ожерель я не. А щит мы хотели отдать Верну. Кажется. Так вот. Ну может я пока по-быстрому накидаю. Там ничего сложного нет, просто бастард. Альфа, ты не замутался о том? Нет, не замутался. Крис в таком случае у нас, у него там есть самое зелье медвежьей выносливости, самое сныканное в реальном мире. И поэтому сейчас он воспользуется, воспользуется им и выпьет его во сне. Насколько я понимаю, она будет действовать 3 минуты. Окей, ну тогда напиши это в это в печати. 3 минуты и я буду примерно отсчитывать сколько времени это займут. Так. Плюс 2. Плюс 2. Так. Так. Сейчас, сейчас, секунду. 1. 19. Так, все это все понятно. Так, все, все, все. Так. Ну, как бы, что? Я думаю, мы идем потихоньку просто, как бы, чтобы не получилось. То есть, наверное, Альфа, описывай там, что происходит, пока мы подходим в языке. Внезапно так, может, разговаривай. Да, ну, собственно, когда вы... Это, когда вы подходите, киньте, пожалуйста, Perception, а потом... Ну, ладно, про Perception. Потом инициативу. Потом Вилла. Блин, крысы, все правильно, на самом-то деле. Я просто что-то понял. Да, да, да. Ну, да, ты пойди, ты понял эту жизнь. Итак, ну, Рейдальд, Крис и Улег слышат, как... Подожди, подожди, секунду, секунду. Что? Ну, ладно. Как вы себя чувствуете? Ну, хорошо, отдыхай. Давай. А вот, секунду, извиняюсь, что случилось? Извиняюсь, что случилось? А, это... Итак, ты мне, да? Ну, сейчас тебе. А, хорошо. Так, значит, Рейдальд, Крис и Улег слышат, как кто-то копачится в коморке охраны, которая вот первая дверь направо. Направо. Вот это. Вот тут это самое уж... Раз налево? Да, с нашей стороны. Ну, да, по-вашему движению налево. Крис, в таком случае, просто подойдет и заглянет, если... Если дверь открыта, то он подойдет и посмотрит... Дверь открыта. Так, и... Крис, ну, видит то, что видит. Именно... Это... Зависших... Так, немного над полом двух этих штыковатых существ с получеловеческими рожами. И копающегося... Этого обитателя в мусоре, обитателя Ленка. Копается он с раздраженным довольно видом. Примерно в том месте, где вы нашли варпальный клинок. Какой ужас. Да, ну, и, соответственно, дай ему инициативу. Это вот потому, что он оборачивается, и... А собаки начинают быть. Итак, в порядке инициативы решения. Ну... Самый... Крис самую увядоменную о том, что Шухер... И... Основная команда особо сейчас ничего не скажет. Тогда Кронер впервые ходит. Так, Кронер впервые ходит. Ну... Да. Ну, в принципе, это что... Так, в дополнение... В дополнение броня, которую... Наложил, наложил, наложил на входе на Стивена. Он накрывает... Сразу... Так... И... И... Так... Так... Да... Так... Как-то... Так... Ну... Так... Ему апартей не будет, если он именно отойдет просто обратно. От того, который там перед дверью стоит. А будет нож... Будет нож от штрафа в минус 2. Тогда... Все-таки... Тогда... Все-таки... Так сказать... Заходить все-таки на бранзуру. И... Наверное, старается, так сказать... Что-то сделать, по крайней мере... Тем, который... Перед ним. И... Попадает. Угу. 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 Так... Вон... Как... Угу... Угу... И Кронов тогда подходит когда-нибудь, чтобы видеть всех. А, он уже скастовал, так что просто подходит, чтобы видеть всех, по крайней мере. Ну, будем считать, что это он скастом делал. Так, собственно, Крис... Но я считаю, что Крис предупредил до начала боя, и поэтому... Да, Крис сейчас сделает шаг назад, чтобы Криски его не окружали. И крикнет Крис Рейнольд, там Крис тесно позволь Стивену. И, а сам он пытается запульнуть камень этого товарища, которого из них Стивен держит. Ну, это он... Который прямо перед тобой. Который застенка, как тобой. Технически сейчас, скорее, вот так находится. Ну да. Насколько я помню, что в грабле он на борту бить не может, да? Нет. Окей. 19 хватает, нет? Да, хватает, чтобы попасть. 32, да? Ну, что я могу сказать? Тело на это трепахнулось. Это... Грубо говоря... А, нет, не ровно в ноле. По единичке. На единичку не добил. Так. Рейнольд? Ты знаешь, Альфа меня посетила странная мысль, она же девятова? Да. Получается, что начиная с восьмого уровня, у меня, наверное... Бамаки должен быть не шесть, а девять. Что? Потому что... Меня не слышно слышно? Что вы где должно быть не шесть, а девять? Я слышу сейчас? Да, слышу. Интернет. Ну, потому что павел атака, она дает плюс два к атаке за каждые четыре, плюс четыре поинта баба. У меня начиная с восьмого уровня баб плюс восемь. То есть, соответственно, у меня должен быть плюс два за первый за просто павел атаку, плюс два за четвертый уровень и плюс два за восьмой уровень. Это шесть, еще половина за то, что оружие держится двумя руками. Ну, плюс девять, да. Плюс девять, у меня везде плюс шесть. Я, видимо, забыл. Просто поправь. Ладно. Хорошо. Значит, я держу Sunblade двумя руками, раз уж я его заполнял так долго. И, так, извиняюсь, я немножко прослушал обстановку, потому что судорожно заполнял лист оружия. Кого бить? Меня звали куда-то бить кого-то? Нет. Никто тебя не звал никого бить, но ты видишь, что Стивен устремлен, что Крис воскликнул что-то вроде, что Шухер там враги. Это Стивен залез, залетел в коморку, где, по идее, находилась стража, это караванца Рая. И потом Крис туда кинул камень, который во что-то впечатался таким махлюпучим звуком. Действуй по ситуации. Так, ну я смотрю, что 20 футов мне не хватит внутрь, мне хватит только вот куда-то сюда, получается, найти. А стоп, я туплю. А по диагонализа как считается вообще? Потому что, так, пять, десять, пятнадцать, два, двадцать. Так что, я могу зайти внутрь альфа или нет? Да, но оборту ты получишь. Тогда поступим так, я дойду до сюда, а потом я заявлю ланч. Ланч это у нас, насколько я помню, стандартная атака. Ну да, это не экшен, это просто, типа, молки. В общем, я заявляю ланч. Значит, минус два КЦ у меня будет. КЦ и рич плюс пять. Соответственно, если у меня будут, моя цена два меньшая. Это учитываю. Соответственно, чё, значит, я могу убить так, ну поэтому у меня кавер, наверное, будет из-за дверей, правильно? Ну да, это штраф 2 на 1. А вот этого, какие-нибудь будут бонусы из-за того, что его граблят? Нет. По-моему, там они что, лишаются ловкости, что ли? Четырёвку ловкости уйди только, сейчас. Ладно, сейчас я гляну. Конечно, я могу это убить, плюс два эту. Так, заграбленные, они получают минус два к текстерити, ну, соответственно, минус два к отцу у него будет. Хорошо, тогда начнём его убить. Значит, Sunbloid, на всякий случай, это Bastard плюс два, ну, а вилкой покорить не буду, потому что я её сам не успел прочитать. Ну, короче, у него вот такие, блядь, что делает Roll? Что делает Roll? Что он делает, господи? Слушай, у меня час съехал, что мне с ним делать? Как его вернуть? Ну, кликни на него два раза ещё раз, и всё, он вернётся обратно. Нет, он раскрылся на фолскрин. Значит, кликни в другом месте. Так, короче, ладно, значит, вот такие бонусы, то если они Иволы, то плюс 4, а они Иволы Альфа? Ну, да. Ну, тогда я просто ставлю плюс 4 на этот бой, а не все Иволы это кума. Ну, наверное. Ну, короче, я пока ставлю плюс 4 энхэнсменты, хорошо? Ну, или ты считай сам, как тебе нравится. Я лучше сам буду считать. Ну, хорошо, да, плюс Иволов он считается плюс 2 энхэнсменты, а против негативной энерджи плана или против андедов, ну, в самом виде. Так, вроде я всё правильно написал, соответственно, я пробиваю ему просто обычную атаку с повер-атакой, который с фокусом. Хорошо. Так, ты какого бил? Вот это, который держит. Ну, учитывая то, что ему там один хит оставался, да, ты его через голову Стивена это так проткнул своим удлинившимся светящимся клинком. Насмерть. Шмель. Ну что ж, уход Уляка. Ему тоже стоит подойти сначала. Так, Уляк, Уляк, Уляк. Ну, Уляк, наверное, ну да, сюда он успеет дойти, наверное. Так, направлял то, что он никого не видит, потому что ему всё-таки сегораживает. Не, почему он видит этого товарища. А, он Ленгов, он видит Ленгов. Ленгов, да, то что. Ну, вот туда Уляк построили. Мы, кстати, обгранили когда-то 9-го. Я не помню. Не помню. Ульяк не смелил. Изофф, ну, Матер. Так, общественный Уляк, это играет, он не кастовал. Поинблан здесь есть, манишот. То есть, это. Ну, Уляк, ульяк, я думаю, он попал. Ну, Уляк, я думаю, он попал. Да, Уляк попал. Так, это, значит, 4. и крит не подтвердил даже так это да это не животное с этими товарищами уже встречались как и они с вами да ну да да аутсайдер а так ну и значит у тебя уже стивен умеет бить этот за five footstep а ладно не вы ладно нет нет да и начнем точнее вот так все таки делать и начинает это помогает кик какой-то издает это шутки это подтягивающий бой от которого у вас у всех стынет кровь в жилах давилась альфа как у 3 вы все это двера надбивает ну сложно там 12 так что и так mind effect да mind effect ну Тогда Стивен просто как будто не слышал, так сказать, смотрит на эту жирюгу. Картинка, где негр стучит тебя пальцем по голове и подпись. Нельзя быть майнд эффект, если у тебя нет майнда. Спасибо насчет жанра. Это обитатель Ленга смотрит на эту картину и делает это шаг назад и закрывает дверь. Если сделал вид, что их нет, то они уйдут. К Стивен Сверан как-то стоит непонятно на четырех стульях. Давайте так его что-то поставим. Сейчас будете его ходить. Так, ну а че, а че Виран? Я думаю, что он только вот сюда подвигает. А кстати, что у него по дефолту? В смысле, что у него по дефолту? Оружие. По-моему, вы ему как раз отдали этот посох, который с кнопками ротов в Ордли. Да, уже за мощи. А, Ворлд оф Родли Майд. Блин, ну, кстати, мы же, по-моему, его делали, сейчас я посмотрю, под копье, если я правильно помню. Ну, наверное, наверное, Виран сделает рейди бить того, кто зайдет, если будет это будет ближе. Потому что у него не хватит дальше пройти, а через стену он бить не может, потому что здесь стена. То есть, просто с копьем делают рейди вот сюда. С страхом, тем не менее. Лучше пока ничего не могу. Ну, стоило заставать, но вроде мы и так выигрываем. Вроде и так выигрываем. Кронер? Стивен, так сказать, начинает, как-то, директировать эту фигурину. И... Попал в Вагинал. Так, значит, его пятнадцатый АЦ. Это... Раз, два, одиннадцатый попал. Значит, Недаклимин пропал, поэтому у ЦМБ может кинуть. Схватил. Схватил. Так, не, ну... Ну, тогда просто... Ну, тогда просто... Так, хорошо. Это Крин... Нельт Крис. Так, ну, чтобы мне поделать такого... Эти стены, они сделаны из камня? Да. Вокруг тебя это земля, песок, камень. Окей. Рэй, это... Рэй, это... Рэй, гил, кинетика. Тогда мы еще что-нибудь придумаем. Крис, в таком случае, не будет заходить внутрь? Так, тогда, раз такая шпенка, я спешу, Вера, ну, этот лайншилд. Ну, вообще, как-то так. Он вообще в чарме. Он его сейчас не носит, но... В принципе. И... И сейчас он замок экшен, это я вроде, условно, 30 футов прошу, получилось. Где тут моя билка? Что там, все хорошо? И Крис делает подкоп. А не проще? Просто как-то, как у Ивана Васильевича убрать стеночку. Ну, я могу попробовать, конечно, но это потребует нам определять самую толщину стенки, ее харднес и пробивать этот харднес. А мне это не въеблось. Что-то я проиграл недавно в моем модуле на Дэйме. У нас с Альфа было горячее обсуждение над темой плотности стенки как раз. Потому что надо посчитать, слышат ли мужики за каменной стеной, как режут их товарищи в коридоре. И там тоже прям... Я читал таблицы все эти... Ну да... В итоге... Получилось, что убивать по стелсу практически невозможно. Если же убиваешь с одного... Если с одной атаки не убиваешь... Ну да, ну да. Это да... А то все... Стелс идет в баню. Ну ладно... Надо быть ассасинкой... Там у нас, на самом деле, все дела более-менее нормально идут. Вопреки моим ожиданиям. Ну ладно... И Крис, соответственно, делает подкоп. Делает дырку в земле. А... Слушай, ну в смысле, я хорошо сделал ты дырку, а ты дальше потом еще одну дырку под него собираешься сделать? Типа того. Типа того. А, ну окей. Эта дырка, она остается, потому что она, собственно... Моя хайлевельная фича, поэтому я могу просто копать дырку. Дырки, сколько мне влезет. Слушай, Альфа, вот у меня есть доступ к персонажу, которого зовут просто Верана. Это тот Верана или этот Верана? А вы... Здесь копия Верана используется. Для этого токена. Понял. А у меня есть недоступ? Она там... А к ней... А к ней у всех доступ есть, по идее. Ладно, просто он не называется копия Верана, а называется просто Веран. Меня это смущает. Ааа, я не знаю, у меня он называется копия Верана. У меня нет копия Верана, но есть просто Верана. Но я сейчас посмотрю... Я сейчас посмотрю, есть ли у тебя доступ, но по идее я его в тем тогда давал. Проверь, может это из-за этого, из-за изменился план? Но, нет. All the All Players, Zadrix, Верана. Ладно, пошёл. Да, и причём я вот именно с утра спрашивал как раз, ну не с утра с начала игры, что вы используете, и я токены перенадачил именно копию Верана. Потому что здесь был токен Верана. Ладно. Ну просто называется он Верана, а не копия Верана. Чё у него штраф на харизму откуда? Это потому что он двор. Так, ну сейчас я ещё проверю. Нет, у меня даже вот шоу-неймплейт купил Веран. Страшно. Так, ладно. Крыс, вот я сейчас изменю название Верана оригинального. И если оно у тебя поменяется, значит ты куда-то не туда смотришь. Ну попробуй. Попробуй. Ааа, всё, блин, до меня дошло. Копию Верана он вс... он... блин. Вот теперь оригинальный Веран называется OG Верана. Подожди, стоп, у меня зависла ваша игра. Понимаешь, Альфа в чём проблема? Копия Верана находится под хандаутами. Вот там вот тут персонажи, потом хандауты, а потом сам внизу копия Верана. Да. Можно ли это перенести здесь? Всё, перенёс. Перенёс персонажей. Всё, спасибо, спасибо. Ааа, итак, Рейнольд, собственно, Крыс Худ Рейнольд, да. А что, Крыс походил уже? Да. Он отошёл за угол и что-то там делал, от чего земля вздрогнуло, и там чем-то земляным зашумело. Ну хорошо, тогда дело 5 футовый. Сейчас включу итеративные атаки, я там настроил уже всё правильно. Блин, почему так Чарлик жутко виснет? Так, значит, соответственно, первая атака с фуриус фокусом там нет штрафа, а на вторую, на итеративную, там будет минус 3 дополнительный штраф, потому что это... Так, вот. Значит, ну, бью, естественно, последнего оставшегося в живых. Эээ... Сейчас всё. Он в базовых атаках на у тебя идёт. Ах, странно, ладно, чёрт. Или, наверное, промазал? Эээ... Нет, ну почему? Во-первых, он заграпленный, а во-вторых, всё, но у них маленькая АЦ, и поэтому не только не промазал, а пронзил, и он просто вспыхнул вот ярким пламенем. Уляк. Ну, что Уляк? Уляк, наверное, будет изображать спецназёра. А это сдох, он, наверное? Да, сейчас я его зачеркну. Да. Уляк, наверное, вот так зайдёт внутрь. И сделают ready, стрелять, если откроются двери, будет видно этот черт. Так, в сообразные... В сообразные... Это исчезли. Это... Киньте Perception, пожалуйста, всё. Ну, точнее, это Рейнольд, Уляк, Стивен, то есть те, кто в комнате. Ну, нет, ничего. Ничего не слышно. Ну, что подозрительно происходит? Верон? Так. Ну, Верон... Блин. Это что за жирный двор? Пять, десять. А он сможет отсюда сбоку дверь открыть вот так? Кто верон? Да. Что он открыть дверь так? Да, да, да. Ну, скажем так, что тебе это в Путевике не помешало, но я думаю, может. Он... Он отчастен к двери, так что... И дверь, она, собственно, не на замок закрыта, а она открыла. Стоп, стоп, стоп. А я, Альфа, я не запрещал так открывать дверь в Путевике. Я не знаю, вообще... А, нет, я наоборот говорю, что тебе это не помешало так открывать дверь, что у нас там МАК так открыл. Ну, да, да, да. Просто мне кажется, так можно, типа ты подошел сбоку и так вот... Если бы она открывалась, например, в другую сторону, то он... Да, и... Так... Там никого нет. И ничего кроме этих следов обвала, вы там, собственно, не видите поотрескавшейся... И это груды мусора, груды камней, мусора опалилась. Так что... Там, собственно, ничего не видите. Так, МАК. Ну, он, получается, сход потратил, потому что он дверь в Путевике, да? Так что... Да. Это, в общем-то... Они как-то... Верон там... Все социальные, напрячься, все внутри это сказали. Так что там никого нет. Что за дверью. Ну... Вообще... Ну... Нет, я не понимаю. Ну, если Альф разрешит это фрэкшн, то я думаю, да, что там... Вера на улик изумленно кричат, что никого нет. Тогда... Хорошо. Кронер подживает Стивена и... Уже на него... Не на себя, а на него... Ааа... Кронер сжит... Ааа... Кронер сжит... Смотрю. Вообще он может, в принципе, оттуда снаружи что-то видеть. Ну, ей... Ну, в принципе, у него тут сколько тут... было... Вот... Вот... На двадцать и он... Туда же, где я стоял, в принципе, может вернуться. Тогда... Где-то... Вот сюда тогда... Угу... По-моему, ты мог... Да... В виде обзора... Да... По-моему, Кронер мог кастовать видимость... Невидимости прямо с места уже, не? Разве нет? Я... Я думал, они ему передаются по спелу линку заклинания... Вне зависимости от расстояния или нет? Тут... Тут... Тут я сам не знаю, честно говоря. Ну... Так, на всякий случай всё-таки. Так, сейчас я... На системе не забыл это, да? Нет, на самом деле он там никого не видит. Да, что это... Вполне возможно, что он просто, так сказать, скрылся у них всё это. Ага. Киньте, кстати, пожалуйста... Кстати, Кронер как раз может кинуть этот... Knowledge Arcana. Или я знал, лучше планы, планы, планы. Угу. Да, потому что, по-моему, кто-то из них уже от вас так съёпал. Да, ну... В общем, в принципе, он знает, что... У лянговцев есть такая обилка, как... Свалить отсюда нах... Ну... Как и переместиться между родными планами. Это что... Если... Это... Такая штука, которая... Ну, их переносит, грубо говоря. Один раз в день они, по-моему, уязают, но... Вполне возможно, что товарищ решил, что это нафиг надо. Это очень может быть. Потому что сейчас на своём ходу, когда будет Крис, то пол слегка за это самое пойдёт ходуном и провалится внутрь, когда он поюзает свою обилку ещё раз на... На земле под полом. На земле под полом. И... Сюда... Ничего... Эээ... Не упало. Ага. Что... Не... В смысле? Да, что... Никто не издал это странных звуков и не смотрит сюда. Я понимаю. То есть, в смысле, что он пока только проделал дырку под пол и... Самый замовый экшен, он... Самое... Проберётся внутрь? Я сейчас перенесу. Всё нормально, я перенёс в себя. Перенёс в себя. Ах, хорошо. Смяк... Самый высунется и говорит, и где он? Смяк... И... Эх... Эх... И это будет его ход. Чего-нибудь вы дальше будете делать это в боевом порядке? Так, ну... А они вообще... Он уничтожил концом? Веща вернулся. Ну, судя по всему... Нет, ну... Они надо... Это один раз в день, они могут сместиться на другой путь. Но и это фритчер. Найд только кронер от вас. Г... Говорит он там... То, что... Ну, он... Вполне возможно, он, так сказать... Сбежал, так сказать, с этого плана даже. Ну, ладно. Ну, тогда... А бой-то, наверное, заканчиваться? Нет? Так что... Ну, я и поэтому исправлю, что вы хотите ещё что-нибудь делать это в боевом режиме? Ну... Тогда на масло больше нечего делать. Ну, ладно, ладно. И фритчер зачарованно выползет из дыры, которую он сам проделал. Туда? Просто... Ну, рассматриваемся, наверное, ещё раз. Так, блин, почему я в стену застреваю? Ты в мячом цепляешься. Нет, ну всё, ну... Особо ничего не изменилось. Единственное, что это поменялось, то, что... Так... То, что... Ну, помещение... Кто-то тщательно обыскивал, но... В принципе, всё то же самое... Это... За исключением вот этих двух трубов. Ага. Значит... Вы замечаете, что какие-то... Вот это центральное помещение, да? Где, видимо, кормили животных... Ведут какие-то следы. Причём, явно, что это следы таких когтистых лап. Да... А... Кронер, Крис и... Улек смещает какое-то копошение в стойлах. В чём копошение? В стойлах. А стойла, где? А, ну... Вот, соответственно, стойла. ну у меня так забирает и пыток выглядывать оптично слух так ну значит и так из стоек для животных вылезают зацепляясь длинными руками за землю тучи существа с крыльями похоже на крылья тучи мыши длинными звуточных хвостами что вы теперь видите что их рогатой головы лишены каких-то черты покрытые склизкой на вид кошей и возникает ощущение постоянно к чему-то принюхиваются когда они вылезают они сразу же смахивают крыльями и следует летают в воздух самый сейчас они на высоте примерно 30 и текст тоже появляются на пешке нам что-то вроде ну чтож я думаю это эти твари не недружелюбные вздыхать крись и выключить выключать свой путь блокшот подождите на полу появляется буква м4 да это самый не чистый глиф темный богов и что инициативу опять кидаем да инициативу опять кидаем все очень плохо все хорошо ну кстати это хорошо что уля кинул а ну он блять нам все равно проигрывает и просто сожрут бедный уля как какой же он бедный так так все кинами 5 итак значит они один этих летает прямо к уляп и пытается вцепиться в него да и он хватает это оттепляется за уляка еще лепетирует на криса и нанесли ему между тем 9 единиц уроны сейчас там спешим девять единиц уже после мы не имею в ляпу теперь соответственно одиннадцать мой дамаг редакшен 80 я за ответа минус 3 когда вцепившийся в криса существа но нанесло ему 11 урона но это не забыть и он тебя тоже хватает но это он на свой страх и риск хватает еще одно существо пикирует на улика и тоже вцепляется в нем похоже мы поняли кто будет помирать еще девять единиц урона и тоже вцепляет так и еще один тоже пикирует на криса и соответственно девять единиц урона но я так понимаю что это и одна единица урона не вращается и тоже вцепляет и еще двое начинают летать где-то сверху уляк у него остается же этот то есть там все эти грабовские приколюхи это стандарт у него остается я могу выбросить лук и заму вытащите на одноручный мяч я тут на как-то на 9 уровень так сайт взял флай так что пусть рейнольд полетает рейнольд это хорошо улика вешается что ли на самом луке вот да так ну вроде да что можешь это взять вытащить но по моему только это что ты в этот раз ударить им не можешь что крапал но а что то есть там только 1 1 что ли программа если ты типа прошел ёб твою мать это какой-то пиздец нет если пошел то вырвался ай ну хорошо так просто так то есть у него минус 4 к дексте минус 2 ко всем атакам как пытки избежать грабова так вообще здесь нигде не написано что у него только один что стоит сайт если это где то есть так ну в общем тут если ты на заграблена вот ты можешь пытаться за стандартные экшена это брейка на полу так если ты чувствуешь что мощь нормально и становишься граблером вот а вот instead of attempting to break or reverse the grapple you can take any action that doesn't require two hands to perform such as a spell or make an attack or full attack with one light handed нет на самом деле ты можешь это я думаю вытащить то есть он может вытащить наручную лечу лечу ну наверное да хорошо тогда он вытаскивает и бьет так вот эти два его граблит да так получается что он будет бить с минус 2 будет бить вот этого ну как ну попал на 8 урона подожди на 8 почему на 8 потому что вторая только не считается а почему у тебя в мастерворк лонгсворд он создает мне лайтовое оружие там только лайтовое там только лайтовое там только лайтовое альфа так а о one нет все нормально light one handed так что одна ручки можно да так верон 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 мы верну взяли стой крыс мы верну взяли alignment channel эти тварюги у нас часом не злые аутсайдеры но мы не знаем можете узнать это давайте мы это узнаем зачем сейчас пусть верон кинет эту мою религию да а ну да кстати на этих тварей а это что какое ноль а это какое ноль а а лё сейчас сейчас почему мы старались почему мы продолжаем бороться почему стоит прям а ну блин я вам скажу какой ноль что вы автоматически узнаете аутсайдеры злые ну на ту первую ноль ну я думаю что никто не качал на ноль ну у меня ну короче ну короче ну 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 короче ну кто-то собирался чан лить да я не собирался чан собирался чан а ну хорошо так и блин у меня на 10 футов соответственно до этого он да соответственно он бьёт своим родом и промахивается и промахивается хотя подожди у него уже 2 атаки потому что он же 5 футовый сделал да хорошо давай вторую тогда так минус сколько будет минус 5 минус 5 ну промахнулся да есть так у меня какие-то чудовища да да так сейчас мы ходы ну крис в таком случае так не тот тот попытается не разрывать grapple а самая использует kinetic blade и пнёт одну из этих тварей которые пытаются его заграблить ну они идут на тебя уже заграблить ну да так я поставлю себе состояние grappled для начала поставил и вот теперь он атакует вот эту тварь ну давай я нажал я жду когда появится я так понимаю это только первая атака считается да и первая атака промахнулась кронер и собственно стивен ну я считаю что стивен там и кронер в общем то сами справятся так так на 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 рейнельда я помню что сейчас у тебя не активирована никакая фишка на полет стивена нет да он он бескритив да сейчас стивен же так понимаю там так сказать он как то вот сюда так сказать тут в принципе никто не стоит потому что они тут технически должны быть в пространстве технически они в этих квадратах технически они находятся в квадратах соответственно криса и и битья во рту они по тебе соответственно не могут это на 5 футовикам приходит сюда и все таки продолжать 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 попал и ровненько схватил и 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 так понятно все хромой подвес так все кстати интересный момент а можно сделать 5 футовый назад а потом чаджануть нет это движение нет нельзя хорошо тогда я просто подхожу и бью вот этого упыря два раза так что он хорошо хорошо пока верно то глядь понимаем ну да он забыл у тебя своей кровушкой но жив еще бродяга да и момент которого вы все несомненно ждали один из них это забывает быть ухватив своими когтями это уляка да и там одного пульсах стивена но второй поднимает уляк и летит смысл от пропастью ну там как-то нет это я не думаю что в этом случае применяется у нее эти с вами именно этим и занимаются они не хватает существовал носит далеко-далеко гуляк на высоте 80 футов так и второй момент теперь они пытаются поднять и поднять криса и соответственно кронора и кронор наверное наверное веран и и рейнельс могут бить апартон правда кронор по моему арбалет поэтому он не может поэтому скорее верны и один из них смахнул крылом и отвалился крис и поэтому крис на высоте 80 футов что они могут двигаться с полной скоростью и они и они получили то порту от вас за дизингейдж так хотя нет по-моему они на это на 40 футов сейчас потому что вроде они как только так но хорошо тогда она значит крис и уляк на вот такие 40 футов а не 80 альф а ты можешь четко обозначить те которые улетели у вас все что ли все кто улетел из монстров сейчас я сейчас я подачу я их красненьким поменьше давай потому что пока не очень понятно это потому что возле веры на него улетел они и так летают которого из них граблить стивента вот это у него маркер стоит тогда он не улетел значит те которые те которые с красненьким они скажем они которые граблят а который синенькие они просто летают а а этот на земле да и этого граблить стивен охот уляк да да охот уляк уляк на высоте 80 футов 40 на 40 ну так посмотрите какой нам получится по-моему по-моему там 1d6 за каждые это 10 футов да и если ну там можно акробатику кинуть там нет как-то чинок 1d6 и если готов готов к падению то 1 1d6 не леталом если как-то пробрасывает акробатику то отменяется и один куб не леталом ну ладно короче если он упадет я посчитаю короче да и он даже освобождается потому что попадает ровно в то что нужно и значит он падает с высоты 40 футов ну поэтому так будь кинет это акробатику чтобы смягчить падение ну ну опять вот ну как против поэтому он игнорирует первые 10 футов падения и значит он получает 1d6 не летального урона и 2d6 не летального урона и 2d6 не летального урона в общем 3d6 не летального урона и 2d6 не летал в общем 3d6 не летал а 8d6 не летал я горжуя он боролся со свободу не заслужил я так веран так тут конечно сложно вот это земле ублюдок да да тогда веран помолвится вот сюда наверное то что он верно загораживает попасть его ну и он же он так он так подожди а он сможет бить вот это вот через через лежащую да хорошо кстати уляпром сейчас а да я так и думал вот нормально ну и соответственно у него там декста нет вся фигня а сейчас секунду на мяч по-моему в карту провалился то есть текстурки нет он сам стал текстуркой вот я забыл этот же еще и не тот же получает расстре там а ну а всё ему уже не важно ладно ну и хорошо umu Хрис Твоя очередь, смертельного номера. Хорошо. Крис, он попытается захватить контроль над Грапплом сначала. Давай. И ему это не удается. Ну, это френа. АД работает, в мере падения с АД. Нет. Понимаю, как. Так, Ронар. Вот эти с красными, они там где-то на высоте 40 футов, да, сейчас? Да. Вот сюда, где там. Где-то у меня тут... И это уже на Стивена. Кстати, опять старый друг, если ты меня наваржнешь, я на 40 футов точно. То, что у меня это будет... Ну, я думаю, что уже скастовали, поэтому... Ну, Рейнольд все равно сейчас может летать, все равно уж. Почему может летать? Ну, тебя кастанули флай. А кто мне кастанул флай? Кронер, Рейнольд. Кронер, кто? Кронер, кто? А когда он у меня обстанулся? Ну, кастанул он, раунду. Ших, вот, господиня. Что, забыл про это? Мне никто не сказал. Мы все... Кронер тебе сказал. Ну, слушай, с тебя... Так, ну ладно, хорошо. Значит, Стивен теперь умеет летать. Снимать, ты, и тогда... Ну, так, кому со своей позиции он до какого-то из этих двух может добраться, вот именно, если вверх выйти сразу? Значит, из тех, которые на 40 футах, ну, да, он может добраться до того, который вы... Уляка, и до того, который держится за... за Криса. Ну, чтобы не мешать стрелка внизу, тогда он, так сказать, атакует вот этого. Хорошо, будь атакует. Проматывается. Пейлит. Я могу летать? Я могу летать? Я могу летать? Да. А сколько я могу летать? Все, 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 все. Курис 40. Ты можешь летать со скоростью 40 футов, потому что, да, соответственно... Я могу летать со скоростью. Ну... А на самом деле, если ты будешь подниматься вертикально вверх, ты можешь долететь до Криса. и даже один раз ударить. Давай. Так. То есть вот так получается? Наверное? Или как? Нет, да почему верно-то уступился? Да, просто на своем месте. А, ладно. Да, и вверх... Все, все, все. Я вверху 40 футов, после этого я делаю ланш. Так. Ланш. Соответственно, у меня лет становится 10 футов, и я могу попытать вот так вот. Да нет, тебе не надо ланш делать. Они вот так grapple, это просто у нас здесь для картинки, а по факту он в этом пространстве Криса. Понял, все. Все, понял. Ну давай попробуем. Первая атака только. Нормально, на дамаг кинулся. Что-то я вообще пропустил, но у меня флайки ноги. Это еще про драки с собаками, что ли? А, все, вижу. Вижу в чарнике. Я, видимо, отвлекся на секунду. Значит, ну я думаю, что 10 флайк-шек он пройдет автоматом. Или не пройдет. А, прошу. Так. Ай, и... Значит... Так. Значит, одно из этих существ это атакует это... Кстати, у тебя ланш еще, ты все-таки делал ланш, да? Ну да, да. У всех случаях у вас, что. Так. Тогда, наверное, этот... Тогда, наверное, ты сможешь пробить атаку в потерь. Так, что он в тебя прилетает этот, одно из этих существ. И промахиваешься. Да. Минус 2-й зору. Да, и... Атака. Она пытается тебе, соответственно, схватить. Сука. Значит, она по тебе попадает на 9 урона. Но схватить не получается. Окей. Так. А теперь... Это... Существо, которое принимает крис, продолжает поднимать... Ну, спират, делается МБ. Это чтобы... Не подтвердить. Не подтвердить. Поднимаю. Ну, поднимаю. Да. Ну, поднимает криса еще на... 40 футов. Это нехорошо. Мой CMD 19. Она прокинула, да? Ну, знаешь, что я тебе скажу? А, по-моему... Сейчас ее по нему может пробить еще Стивен. А так в потенте. Попадает. И он может предотвратить, кстати, подъем, если он вцепится. Так что CMD... Сцепился. Теперь это такой клубок из этого существа. Стивена и Криса. Это гадость. А, сбокусь, летает Рейнольдс, тык от мечом. Это все. Здесь мы живем. А, в это время... К Ронору... И внезапно промахивается, что нехарактерно есть. Тоже полетает к Ронору. И уже не промахивается. 12 единиц урона. И... Сейчас, посмотрим. Семнадцать. Семнадцать. Да, и у него получается даже схватить, потому что их предусмотреть на Краппу. Уляк. Так, Уляк упал на то место, с которого поднимали, да? Народник. Прямо на свой лук, можно сказать. Выбрасывает меч, опять поднимает лук за мув, с повара. И стремится. А, встать. А, он и с упал. Он же не должен... Да, он встает за мув, выбрасывает меч и поднимает лук за мув. Все, выходил. Верн. Верн видит, как хватает, пытается схватить, даже успешно хватает Кронора. Давайте посмотрим, может, какие-нибудь спелы остались боевые. Которые охватят тренджа. Сколько они? Восемьдесят футов сейчас летают? Нет. На самом деле, что один летает на высоте 40 футов, потому что ему не дал подняться Стивен. А двое других спустили прямо Кронорджи. Теоретически, можно даже копьем попить. Сейчас, покину. Может, он там брал так? Так. Так, 20 радиус. А, значит, так, ну, то есть, можно холис мать попробовать сделать странно. Сирен, сирен лайт. Так, у Сирен лайт, у Сирен лайт, Рей, Арейн, что там, а, 190. Ну, хотя, в принципе, ладно, нет, пожалуй, что. Альфа, покажи, какие спустились до Кронорджи. Вот эти две? Да. А какого у них? Какого у них? Они сейчас на земле. Ну, слон, говоря, да. Один на один фостранстве, соответственно, Кронорджи, потому что его схватил, а другой рядом. Ну, нижний рядом, а верхний, он типа был фостранстве Кронорджи. Хорошо. Значит, якостонок у Лисмай, наверное, у него радиус 20, то есть, получается, что он, ну, вот этих двоих точно накроет. То есть, я его примерно кидаю, наверное, на этого, на, ну, типа на Кронорджи, например. Я понял, он миг накроет. Да. Вот. Ну, там, правда, написано, что он только на его плечерс работает. Я надеюсь, что не его плечерс. Значит, это будет. Потому что, все-таки, не утаскивает. Это вниз, сам спрямил, его пил. Почему он зависает? Не знаю, когда я не считаю, что он зависает. Так, Холисмай, кем он делает? Холисмай. Только на этих плечеров работает. А, нейтральных, нейтральных тоже работает. Да. Ну, значит, это у нас... Так. Так, Рон, уже, ты добрый, скажу, что ты должен делать. Нейтральный. Так, кидаешь, соответственно, это то, что 1, так, 1, до 8 за 2 кастер-левела и потом делишь наполовину. ну, соответственно, все кидают, велсейф, то есть, кронор, жидкий, дает велсейф и они тоже кидают, велсейф. Кронор прокинул. Так, кстати, 4 до 8. Сколько это вот летающая, летающая фигня нанесла там? 12. 12, это просто забыл. А так, кронор, все это получает из этого четверть. То есть, грубо говоря, 5. 5. Так, одна тварюшка получила на половину, это у нас 10, а другая получила тоже щит в тоже 5. А с нас ли потом они все прокинули? Нет, а да, но я говорю, одна половина не прокинула, другая щит. То есть, которую половину она еще ослепла? А, тогда и... Или там только злое ослепляет? А, там только злое. А, ну тогда не ослепла. Окей, значит, немного поджарил всех присутствующих. Крис? Ну, Крис видит такой замес, попытается сделать эскейп-артист из этого дела и приготовиться сама поцеловать матушку-землю. банга, ёпка. Там, кстати, это было в этом. В обзоре Ингри Джона фильм про черепашек Низи Майкл Б. Там самолет взорвался, из него черепашки прыгали, черепашки, банга. Этого хватит, чтобы выбраться из его хватки? Альфа, ты замутился? Нет, не хватит. Ну что ж, нехорошо тогда. Это была корона. Не забывай про констрикт. Кого? Констрикт не добываешь, но у тебя есть, как оказывается. Что кронерам тут совершенно непонятно делать, честное время. Костяне что-нибудь. Хастон, например. Заграплен. А, ну да, действительно. Б. У тебя никакой, наверное? Комба, наверное, у тебя никакой, то есть не получится сгасить. Концентричек 12, ты там. Ладно, тогда пока, пока что Стивен, кстати, старается подтвердить, пытается подтвердить граббл тогда. И подпитает. и так, теперь, теперь тут начинается такой прикол, что у него greater grapple, то есть у него сейчас автоурон два раза и, так сказать, четыре, как там, четыре рейки атаки. и еще, после этого, еще два раза может атаковать просто не только конечности. Once if a grapple maintaining grapple is a move action. нет стоп 4 атаки это откуда ну там он делает он там технически пишется что он в рейке написано что при каждом подтверждение два раза два раза подтверждает как-то он два раза подтверждает гавал но кидает на это один раз там написано то есть я грубо говоря что одна гора 1 грабочек это если рейк требует твое подтверждение если рейк требует проверки тропал спешно то я надо тоже кидать то есть я он подтвердил первый раз как мы подтверждают за один кусок последний раз когда я упрощенный правил на грабу что там нет ни хрена это они здесь не упрощенная в сочетании с это с тем что они можно обратить за счет всего лишь в этом побочных книгах и ходил как они и сложнее так я знаю ладно я буду считать что это можно я окей карнос падай что падай меня уронили да существо которое тебя держал упало если его труб не отпускает когти-то разжались его не подержал это когтями когтями это когтями нижних конечностей ну хорошо крис смягчил падение соответственно это 1 до 6 не летала и 2 до 6 летала ну и понятное дело что там уже бежит не действует так а сам что-нибудь делал так и так и так падает 40 в общем прикол ну да красненькие они на высоте 40 наверное на самом деле нет вторая так не попадает так летающие крыла ты ну значит один из них пытается укусить криса вот лежит так у криса c20 и это что он учит от минус 4 так значит все равно не получается его прокусить поднимает поднимается вот эту натуралки которая у него там есть в любом случае там если это натуралка и схвачена то он там даже без конца получает нет там я просто по каким правилам действует а ну да грабом и если он подтверждает граб то он все равно даже если у него констрикта нету он так сказать наносит наносит урон а констрикт только удва только удваиваю значит 12 еще день с урона так и на высоте 40 футов и кстати прилетели прямо в объекте к стивену да что стивен там рядом уляк я могу пытаться пострелять потому который держит кронера на кронер не умрет туда делал в него полную батарею нет это 15 крик не считается к сожалению так 15 5 минус 20 хитов сделаются короны вернский номер можно еще подольше так открыли такой смайд мы потратили где-то у нас по-моему третий был так это я стреляю в того который держит опять таки опять таки 4 до 8 это будет да она по-моему это тачевая так или не прочитать атак силой теперь он не закрывается что так то есть это у нас будет просто дистанционная так дистанционно просто а стоп стоп может быть и попал сейчас секунду таки c надо же ровно 15 это вспышка света прижигает голову этого существа и крона падает так что соответственно 1 до 6 не летала и но так умеренно вот здесь и сюда прописываем пикач так крис лежит на каменной плите наберется сил зыркнет на этих творись снующих наверху подымется поднимет руку и укажет вот на эту и прямо из положения лежа так и застрелить его а порта он не получает дистанционный а так разве он прямо на тебе стояли что крис поднимется на ноги это будет замок сюда пытается и у него не получается а хотя вот интересно он приводит на порту с учетом того что лежал или а ну значит тогда 11 формально и тебя пытается схватить и он тебя хватает при этом ну это хреново конечно да поэтому соответственно теперь вот я думаю что можно нельзя и все равно промазал так вот эти слева права у нас дверь тут закрыты до ну да и до закрыт да наверное двигать отбегает сюда ахтем пока просто пикирует вниз он вроде на 40 должен быть да ну и тогда снова ламбада да попал потому что тут в грабле и и но не схватил да не схватил так а сам кронор убежал ну у него как-то встать и чтобы не рядом с этими тварями быть понятно да сейчас одно существо на высоте земли это то есть схватила криса другое вот рядом с тобой летает хорошо 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 добил я надеюсь добил упал кстати мне не надо ни киев отчей и кидай с дошли на какие вертолет ну даже если надо то в принципе это ты делаешь повер наверное да но у тебя там сколько половина ну ладно в следующий раз как нибудь если будете сражаться против такой тряне у тебя бонус к нему появился мяч слоем я просто если подумать то палагин доспехи должен быть довольно хреново ну ладно и это существо пытается поднимает да пусть ли это так в потяните от стивена но под ней и верно и стивен промахивается только что 20 по ней попал попадает попадает цмб давай и нет так верн так верн вера крыс у него копьё то он не может бить на это потому что он в прямом отжести рядом со всем ну ну блядь так ладно тогда он выбрасывает копьё то она нет хотя сок он может его нет он может его переделать по идее в тот предмет нет у меня не стану встану предмет нет ну с ума сойдем так сейчас я посмотрю вортов так рот блядь сейчас мой господь рот ворту ворту майн так 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 он может это происходит нужно сказать что он будет давай итак прилетела прямо к поднимается на 140 футов мая она подняла криса и на это на 40 футов слетела как от меня можете тех вот сейчас эхо идет вот ну вот сейчас эхо идет я просто не знаю что не знаю каждый раз когда крыс говорила твоя иконка тоже была горела зеленой либо крыса просто по жизни хреново слышно я не могу его понять у меня до того были я тебя сейчас участвую просто с трудом потому что эхо чудовищный секунду когда кто-то начинает говорить сразу начинает ду 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 вот такие звуки относиться кто нервирует вновь вновь ой боже мой вновь 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 меня замутили что ли меня как слышит все хорошо скажите что-нибудь ну я сейчас не слышу эхо я говорю я эхо от себя не слышу ты слышишь эхо я не слышу эхо карнаст еще что-нибудь а вот теперь я слышу эхо эхо идет от альфы ну блять я не знаю король 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 и что такое задержка эхо Ну а вот сейчас Просто мало ли Тут могло быть что У меня же еще работает этот У меня планшет работает И в нем фоновом режиме Наверное работал этот дискорд И поэтому когда я Нажимал здесь говорить Он активировался говорить там И в общем все было плохо Ну в общем одна из стрел У лека Вот первая атака попала На 13 урона И верн Верн крыс Да 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 так извиняюсь Она на 40 футах летает Да Блять У него наверное спел уже заканчивается Сейчас посмотрим Может у него встал У него так спел Палку у него Сирингвайт Он по-моему Изнасиловали Да и очень редко попадали Верну вообще не везет На рейдж Тачи спелы Ну сейчас повезло Просто видимо за 3 не вижу Что он дурной человек Так Холисмайт я изнасиловал Так Я серьезно хотел следить за расходом У меня вроде бы с психкой В принципе сперечу Вепер может за самой Она же умеет летать Летать? Вроде бы Она умеет летать Но опять же Что Ты не думаешь Что тебе может Что вам Что вы только у двери Находитесь И вам может Что им не дальше Пригодится Может на него Отмонишь играйка Ставить Типа Она со мной Пойдется Там раньше Как раз 45 футов Давайте Так Почему он у него Ставится А вот Даже он Так Кинул Так Выкинул ли я считаю Так Или не кинул Нет Кинь Промазал Да Промазал Крис То есть Оно меня Сейчас Подняло На На 40 футов Опять Ну Мне как-то Уныло Теперь опять Из него Врываться Поэтому Крис Попытается Прописать Ему Опять Волить Сокин Кинетик Блэйдом Карнос Я практически Не слышно Я говорю Что Крису Неохота Опять Пытаться Уловить Падение Просто так Поэтому Он Пропишет ему В лицо Кинетик Блэйдом Чтобы Говорится Не даром Падать Хорошо Не очень Хорошо Это Кронер И Стивен Я могу Как-то Стивен Может Как-то Именно Криса Схватить Да Может Подлететь И делать Грабл Чек Да Ну Без Немного Не можно Так Ну Тогда Подлетает Так Ну И То есть Раз Грабл Чек То Он Старается Его Выхватить Тогда Уже Да Скажем Ну То 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 Это Тварь За руки К Стивен За ноги И Парвали Криса Ну Примерно Так Что Делаем Грабл Чек И Посмотрим Что Выйдет Да И Схватил Схватил Криса В общем А этот Творюшка А Блин Рейланд Что Рейланд Да Что Рейланд Ну И Она На высоте Срок Фотов Яна Да Я тут Понял Эти Деяна В плане Но Ты Что Понял Ну Тактически Деяна В плане И Оба Раз Промазал Хотя Нет Первый Раз Попал На самом Деле Она В грабле И Этого Хватим Наконец-то Слушайте Ну Давайте Сейчас Посмотрим Да Голова Разбалялась Честно Сказать От Обзор Дальше Как-то Тяжко Семья Прошло Так Ну Я Надя Надя Стивен Меня Пустит Нежно Ну Да Да Кстати Да И Что дальше Вы делаете Осмотрим Крис Будет Очень Плохо Ругаться На разных Языках Которых Он Не Знает Да Это Что И Откуда Со Стороны Со Стороны Сейчас Скажу Как Откуда Ну Не Отсюда Не Состоил А Справа Условно Квари На Карте С того Места Где Примерно Обвал Это Вы Слышите Какой-то Это Рев Громкий Как будто Это Дикая Какое-то Животное Явно Немаленьких Размеров И Что-то Там Скрич Летает Но Вроде Как Не Приближается И Ничего Будем Разбираться Ну Я Продолжаю Пойти Проверять В следующий Раз Да Как-то Были Были Накрыли Там Были Станности С инвентарем Так что Вот Там Кронор Там Два Зелия Своих Потратил Так что Они У него Есть Собой Сейчас То есть Но Они В реальности В реальности Взяты Так Но Если Они Были Во Сне И Только То Они Исчезают Все Если Они Были В реальности Считаем Что Они Есть Ну Тогда Чтобы Не Не Напрячь Вера Нам Выбивает Одну Чтобы Вы Чтобы Не Быть Совсем Уши Битым Окей Так Ну Собственно Дальше Действие Дальше То В принципе Обстановка Особо Не Изменилась Что Все Тоже Желтый Камень Все Даже Атмосфера Ну Почти Заброшенности Ну Я Уже Где-то Здесь Обратил В этой Стране Ну Да Мы Обходили По кругу С той Страны Да 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 Срыван Краи Есть Окна Там Какие Немудили Там Нет Окна Нет Там Вот Именно Если Подлететь Повыше То Как-то На крыше Там Что Видно На Кстати Да На 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 Вы Просто Это Должны Были Видеть Но Будем Считать Что Вы Так Были Увлечены Сражения Что Не Заметили Это Вы Не Видите Да В общем Крыса Да Там Примерно Вот Такая Зберюшка Этот С Каким-то Гигантским Это Ну Полонкином Или Как это Называется На Спине С Повозкой Это Стоит И Стояла Наблюдала За Вашим Боем С Этими С Этими Летающими Существами И Ревела Она Типа Одобрительна То есть Это Что Когда Они Падали Она Так Это Заревела И Ну Что Материн Сейчас Падали С Двинься Немного Вбок Сейчас Нет Она Летающая Я Сейчас Картинку Получше Кину Нет Она На земле Сидит Но Не на земле А на крыше Там У Обрушившейся Сейчас Крыша Второго Этажа Нет Нет Никого Нет Просто Она не там сидела Она За этим За провалом Сидела Там Просто Линия Видимости Убрана То есть Вы ее В принципе Видите Но Она На самом деле Сидит В другом месте Ну Как Не очень Она На втором Этаже Сидит Поговорить Не Можете Попытаться Девочка Ты что-то Хочешь Сказать Нам Так Что Она Так Мотает Это Она Мотает Головой Эта Штука Мотает Головой И Говорит Что Точнее Не Говорит Сейчас Секунду Это И В общем Она Что-то Говорит Она Открывает Рот И Даются Звуки В которых Вы Установите Язык Который В принципе Довольно Часто Вы Слышите Но Но Ремент Не Знаком Что Это Акла Обязательно Кронер Может Как-то Установить Системенную Связь Чтобы Слышать И Видеть Ну А Говорит Он Может С Ну Да Пусть Я Чувствую Кронер Потому Что Ты Не Знаешь Что Нужно Установить В чем Проблема Ну Короче Можно Быстро Проблема Да Можно Прилетаю Это В общем Это Сло Это Ревет Что Это Что Дескать Выражает Ревом Свою Благодарность За то Что Вы Убили Этих Мерзких Летущих Мерзких Летущих Тварей Ну Что 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 Вы Ещё Хотите С ним Сделать Скажите Вы Тут Одно Или У вас Есть Какие-то Ещё Друзья Товарищи Это Оно Оно Это Что Сабсинговая Говорит Что Это Нас Было Двое Но Второе Это Второй Вернулся На Луну Это Что Второе Что Второй Вернулся На Луну Это Звуков Которые В принципе Вам Знакомо Это Вейр 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 Лай Это Игиньте Просто Им Чек Да Хоть Урок 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 Уже Мой Так Пускай Он Жидкий Дает Него Интая Нет Не Особо Водим Повод А Ну На самом деле Крис Не Понимает Хотя Нет На самом деле Это Как Имя Он Свой Крис Впоминаешь То Вроде Так Звали Жителя Лего Которые Вы Лобили В Поместье Это Лоуса Это И Огрон Руджиду Это Просто Тупо Не А Нет Что Там Была Состоявшая За Часть Событий В Поместье Обитатель Лен Которые Как Раз Которые Так И Звали Отрейнет Не Помнит Да Ну И Он Говорит Что А Что Она Улетела На Луну С Человеком Желтым А Меня Оставили Здесь Это С Этими Тварями И Он Неодобрительно Смотрит Поворачить Свою гигантскую Голубу На На Проем В Кравансаре Где Лежат Их Трупы Так Что Эти Мерзкие Мерзкие Мелкие Создания Ну Что Всегда Пожалуйста Ну Что Тут В общем Можно Сказать Ну Хорошо В общем Понятно А Слушайте Вы не знаете Здесь Кто-то еще Остался Метики Какой-нибудь Мы Просто Пришли За Своим Другом Приятел Здесь Что Здесь А Он Так Кивает Что Да Здесь Остались Люди Бэйролай Я Их Должен Забрать Как Не Закончат Свои Дела Ой В общем Как Сказать В общем Уже Не Закончат Свои Дела Можете Не Ждать Он Так Смотрит А Что С Ним Случилось Почему Я Не Ждать Ну Так У Кого У нас Булах Есть Мы Убедили Броситься На Утек Да Ну Собственно Так как Из вас Говорит Нак Может Только Кронер Вариант Тебе Собственно Кронер Есть Блав Сейчас Посмотрим Ну По крайней мере ты харизматичный Ты можешь даже Антреин Кинуть Более Не По всей видимости У меня там Антреин А Ну Собственно Неплохо Вот Ну И скажи это про тех которые на корабле были на самом деле вы ни одна вы не убили это даже можно сказать даже правда это ну вот так это мотает головой остальные что это что я должен подождать остальных остальных это скольки вот так это говорит что я привез я привез двоих это если я привез троих вы говорили про одного он это я и так это что я этих точнее говорит что я и до что да это были спутники берем биралай 4 3 для меня какая разница получается что еще один на 2 собаки здесь премьер даже не знаю короче рейнер предлагает сказать рейнер предлагает крону руджиту сказать ему что собаки значит напали на монстров монстры их убили ну да в общем то то что этим турыги напали на собакам уже как раз напали на монстров как он говорил нет это верила это улетела она на его спутники улетела это вот так это мотает и мотает головой говорит что собаки это эти гонщие сами летают это что я должен подождать это спутников верила их ну и кронорочит передает что тут скорее всего вот таких еще трое четверо таких закутанных в тюрбаны скорее всего понятно ну что можно сказать кто жду ждите как говорится в общем продага пока что раскланяться и пойти дальше прочесывать поместье но уже не сегодня ну что ж давайте так получается так получается что спутники веровать это ленга по товаре ли еще трое если правильно понял это сломанный телефон примерно да давайте реально все у меня что-то уже башка кипит давайте проще будет тетради трех классов проверить разобраться